Теперь мы должны реализовать взаимодействие с пользователем и визуализировать процесс установки и удаления. Также, как правило, установка и удаление реализуется в несколько шагов. Как минимум, существует один шаг, на который мы вводим сообщение об успешном удалении или установке модуля, или сообщение об ошибке. Также требуется два или более шагов, если в процессе установки и удаления модули у вас будут взаимодействовать с пользователем. Например, вы дадите ему возможность при удалении модуля не удалять данные с базы данных. Здесь два шага. Форма с галочкой перед удалением и страница, где вы выводите результат удаления или установки модуля. Как правило, нам больше двух шагов нужно в сложных случаях, когда требуется заполнение множества параметров, запуск мастеров после установки модуля и т.п. Обычно визуальная часть каждого шагов выносится в отдельный файл с именем step.php или unstep.php, если имеется только один шаг установки или удаления соответственно. Или же файлы с этим названием step1.php, step2.php и т.д. Для случая, если у вас в процессе установки присутствует более одного шага, аналогичный для процесса удаления. В нашем примере мы реализуем установку в один шаг, на котором мы выводим сообщение об успешной установке или же сообщение об ошибке, произошедшей в процессе установки. Для удаления мы реализуем два шага. На первом мы спросим пользователя, удалите ли нам данные из базы данных, которые относятся к нашему модулю. А на втором также выведем сообщение об успешном удалении или же сообщение об ошибке в процессе удаления. Начнем с процесса установки. Посмотрим на результат, как должно получиться. У нас есть состояние 0. Это список модулей. В этом списке, когда мы нажимаем на установить, мы должны перейти на шаг 1, который выполняется всегда, вне зависимости от сечения обстоятельств. На нашем шаге 1 вводится сообщение. И кнопка «Вернуться в список» нас возвращает в список модулей. Это финальный шаг. Так что нулевой и финальный шаг – это список модулей. Они существуют всегда. Их мы не программируем. Мы программируем только остальные шаги, если они нам нужны. Реализуем шаг в методе doInstall. Он называется после завершения установки и вызывается всегда. Поэтому мы подключаем файл с инием в step.php с помощью метода старого ядра includeAdminFile. В метод передается заголовок страницы и, собственно, путь до страницы, где размещается визуальная часть. Посмотрим сам файл step.php. Во-первых, все псевдонимные спец здесь мы должны определить заново. Метод includeAdminFile не является простым инклудом. Файл step.php мы используем для вывода сообщения об ошибке или сообщения об успешной установке. Мы с помощью метода получаем объект, который содержит последние сообщения об ошибке. Следовательно, если нам это удалось сделать, значит ошибка была. И мы с помощью метода getString от полученного объекта можем получить текст сообщения об ошибке. Для вывода сообщения об ошибке в оформлении битрикса используем метод старого ядра, шов месседж, класса cAdminMessage. Передаем текст ошибки, передаем сообщение, которое у нас размещено в языковой константе, указываем, что тип ошибка и что мы используем HTML. Ну а следовательно, если мы не смогли получить объект с последней ошибкой, то выводим сообщение об успешной установке с помощью метода старого ядра, шов нот, класса cAdminMessage. Параметры передаем сообщение об успешной установке. И нам нужно реализовать возможность пользователю с данного шага как-то перейти на список модулей. Делаем это с помощью формы, где параметр action – это путь к текущей странице без параметров, который мы получили с помощью метода старого ядра getCurvePage. Именно такой путь имеет список модулей. Важно передать get параметр, обозначающий текущий язык отметки. Передаем его в скрытом поле, получая значение из константы languageID. Это системная константа старого ядра. И сама кнопка, которая возвращает к списку модулей. Здесь подпись этой кнопки мы берем из системной языковой константы modBug. Но вам никто не запрещает использовать свою. Теперь посмотрим, как же у нас будет выглядеть процесс удаления. Он у нас реализуется в два шага. Нажимаем удалить. У нас показался первый шаг. Здесь мы видим предупреждение об удалении, галочка сохранить таблицы и кнопку удалить модуль. Если мы снимаем галочку, то у нас при нажатии кнопки удалить модуль должно произойти удаление модуля и очистка в базе данных информации нашего модуля. Мы оставим галочку, информация не будет удалена. После мы видим страницу, аналогичную страницу установки, сообщение уже об успешном удалении модуля. Или же здесь будет выведено сообщение об ошибке, если такая произошла. Теперь посмотрим, как это все у нас реализовано на уровне кода. В методе doUninstall реализуем обработку шагов. Шаги у нас определяются переданными параметрами формы. Первый шаг у нас отрабатывает, когда мы нажали в выпадающее меню «Ударить модуль». Прошу обратить внимание, что мы для получения значений переданных пост и get используем приложение Context, а не получаем значения из глобальных массивов. Мы сначала получили объект приложения и от него тут же получили контекст текущего запроса. С помощью метода getRequest мы получили уже объект запроса контекста, с которым можем работать. Мы к данному объекту можем обращаться как к массиву, получая данные запроса, то есть аналога request. Шаг у нас передается в параметры степ формы. Так как при переходе на этот шаг либо нет этого значения, либо же оно равно единице, то мы делаем проверку, чтобы степ был меньше 2. В этом случае мы подключаем файл unstep1.php. Здесь мы вводим форму, которая у нас отображается на первом шаге. Вводим с помощью метода старого ядра bitrix.cessit.post скрытое поле с ID сессией. Далее не забываем указывать текущий язык админки из константра ядра language.id. Это нужно, чтобы у вас случайно не переключился язык в админке. Также скрытое поле ID, где указываем ID модуля. Обязательно указываем параметр uninstall равный у, который говорит о том, что у нас идет процесс удаления. В противном случае мы и перейдем не на следующий шаг, а в список модулей. Наш параметр шага step. Мы после этой формы попадаем на второй шаг. С помощью метода show message класса cAdminMessage выйдем сообщение предупреждения о том, что модуль будет удален. Далее предложение сохранить данные модули. Это чекбокс по умолчанию отмеченный и подпись к нему. Ну и кнопка удалить. Вернемся в основной файл. Теперь мы на первом шаге выбрали удалять или нет нам таблицы и нажали кнопку. В этом случае параметр step будет равен двум. И мы это проверяем как раз. Соответственно в этом случае мы выполняем процесс удаления. Проверяем пожелал ли администратор сохранить данные в базе данных или нет. И следовательно удаляем все эти данные или не удаляем. За это отвечает параметр saveData, переданный из формы. После всех выполненных методов мы вызываем файл unstep2.php. Данный файл аналогичен шагу при процессе установки. Также вводится либо сообщение об ошибке, либо сообщение об успешном удалении. Единственное, подписи уже свои, но форма аналогична. Вот мы с вами и реализовали процесс установки и удаления модуля. Это базовый функционал, который реализует техническую возможность работы с модулем и не несет в себе никакого прикладного функционала. Но при этом очень важен, так как от правильного процесса установки зависит насколько правильно будет работать ваш модуль, не будет ли возникать ошибки. Также немаловажным является то, каким образом вы удаляете модуль. Допущенные здесь ошибки также могут создать значительные сложности в будущем. Например, если вы забываете удалять какой-либо обработчик события, то установив и удалив модуль 10 раз, вы получите 10 зарегистрированных обработчиков на одно событие. И не важно, что это один и тот же обработчик. Записи о регистрации будет 10. Следовательно, при срабатывании события обработчик будет вызван 10 раз. А вы будете безуспешно искать место, где у вас обработчик зарегистрирован 10 раз. Поэтому внимательно отнеситесь к программированию процесса установки и удаления модуля.